Подключаем к эфиру Питера Залмаева, президент Евразийской демократической инициативы, американский политолог Питер. Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Питер, американские СМИ сообщают о том, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 миллиард 300 миллионов долларов. Немало, даже я бы сказал наоборот, очень много. Что об этом вы знаете, возможно, расскажите, что в этот пакет будет входить? Насколько вообще эта вероятность велика? Потому что, еще раз скажу, это пока только СМИ об этом пишут. Об этом пишут СМИ, друзья, но обратите внимание, еще несколько дней назад мы говорили о, может быть, пока еще отдаленной, тем не менее, возможности, что помощь Украине вообще будет или урезана, или вообще свернута. Мы уже говорили в эфирах вашего канала о том, что два республиканца, конгрессмена, подали вот такие законопроекты, они провалились, собственно. И поэтому, ну вот, есть такая потенциальная, скажем так, пока она далека. И вот мы слышим, что все-таки на подходе новый пакет, 1,3 миллиарда долларов. Это действительно большой пакет. Я думаю, что вполне возможно, что мы его получим в полной мере, потому что американцы понимают, что сейчас просто решающий момент в контрнаступлении. И вот в контексте этого сегодня были заявления и от Остина, Минобороны США и генерала Милли. Они встречались уже на 14-м заседании Рамштайна. И вот Остин сказал, что сейчас очень ответственный момент. Украина борется за свою независимость. Поэтому, мне кажется, разумно, что Америка оставит именно эту сумму, вот такой, как ее передают сейчас СМИ, 1,3 миллиарда долларов. Туда входят очень серьезные противодроновые, противодроновые вооружения, в том числе и от Австралии. И не только сейчас мы говорим от США, то, что обсуждалось сегодня на Рамштайне. Обсуждалось, как, собственно, встретить сейчас вызов со стороны России, которая кратно, судя по всему, увеличила производство своих ланцетов и других дронов. И вот, собственно, в этот пакет входит серьезное количество разных видов антидроновых вооружений. Ну и, опять-таки, мы также об этом говорим сейчас в контексте и других членов Рамштайна. Я уже упомянул Австралию. Это тоже будет очень важный компонент. Речь идет не только о дронах, которые будут доставлять Украине, но, опять-таки, и о средствах, которые будут нейтрализовывать дроны Российской Федерации. Рейтерс уточняет, что вот этот миллиард и 300 миллионов Украина получит через программу «Инициатива содействия безопасности Украины», которая позволяет администрации президента США покупать оружие у промышленности, а не передавать его со складов американской армии. Вот то, что именно по этой программе будут переданы деньги и вооружения, это ускоряет процесс, улучшает его, да, упрощает. Объясните, пожалуйста. Это действительно процесс улучшает. И это речь идет, на самом деле, о том, о чем-то, собственно, говорят сейчас все союзники по Рамштайну, что Запад сейчас должен кратно увеличить производство оружия в целях собственной безопасности пополнить свои просевшие так запасы, потому что много было передано Украине, ну и, разумеется, направлять вооружение Украине. Вот это первый такой, не первый, но это уже серьезный шаг. Это мы провели со стороны США и целый ряд фабрик, вот в таких штатах, как Пенсильвания, штат Арканзас, собственно, по всей территории США есть эти заводы, которые должны быть реанимированы, реактивированы для производства таких типов вооружения. Это потенциал, разумеется, есть, но, опять-таки, как неоднократно можно сейчас увидеть в западных газетах, в журналах, читая аналитику, НАТО, члены НАТО просто дремали у руля, не ожидали, что такое вообще возможно. И, если мы говорим сейчас о проблемах в Америке, то представьте себе, какие проблемы сейчас в других членах НАТО, в таких ведущих державах, как Германия, которые, по последним данным от Бундесвера, у нее сейчас хватает вооружения для интенсивных боевых действий на два дня. Представьте, просто количество времени. Два дня – это то время, которое готова воевать Германия. Поэтому сейчас речь идет о перевооружении, очень серьезные, на самом деле, инициативы. И, собственно, это и обсуждалось, в том числе, и на саммите в Вильнюсе, и это обсуждалось на 14-м заседании Рамштайна. Речь идет и о переобучении украинского войска. Мили сегодня назвал очень важную цифру. Странам-партнерам Рамштайн удалось уже обучить более 63 тысяч военных. Хорошую новостью поделился Салливан. Он сказал, что президент Байден, наконец-то, дал зеленый свет на обучение украинских пилотов на F-16. Но при этом он добавил, что как только европейцы будут готовы. Питер, вот эта история с обучением и передачей F-16, она не начинает вам напоминать бразильский сериал по своей затянутой? С чем это можно уже объяснить все-таки? Туда же в догонку Атакамсы. Абсолютно. И на самом-то деле этот бразильский сериал начался не сейчас, Алексей. Он начался с самого начала войны, когда Украине давали джавелины, стингеры и думали, что этим, собственно, ограничиться. Потому что хоть и Запад, и в частности Пентагон, американская военная разведка были правы по части того, что Россия собирается напасть. И буквально с погрешностью в несколько недель они точно сказали, что когда это произойдет, давали Украине, опять-таки, не больше семи дней для защиты. И поэтому рассчитывали на то, что будут поддерживать партизанское движение в Украине, поэтому ограничиться джавелинами, стингерами. И потом уже, когда стало ясно, что Украина способна защищаться, и не только защищаться, но и успешно атаковать и контратаковать, вот пошли уже другие виды вооружения, но абсолютно в таком же темпе бразильской Теренавеллы, когда сначала администрация делается заявление, что нет, мы не будем давать Украине. Хаймарсы дают Хаймарсы, нет, мы не будем давать Украине. Абрамсы дали Абрамсы. Ну и ТД, и ТП по списку, собственно. Ф-16, вы знаете, еще в феврале этого года на конференции безопасности в Мюнхене, Дмитро Кулеба, украинский министр основного отдела, уже заявлял, что вопрос Ф-16, это уже решенный вопрос. Вы знаете, наверное, он знал что-то, что мы не знали. И тогда, собственно, ему, судя по всему, озвучили такой сигнал, что это будет сделано, только это вопрос времени. Я думаю, и разделяю его уверенность в том, что Ф-16 Украине будут даны, особенно после того, как в очередной раз уже Салливан, знаете, не самый, скажем так, проукраинский политик в Белом доме, заявил об этом, заявил о том, что уже целый ряд европейских стран подключены к этому процессу обучения украинских пилотов. Без этого зеленого цвета со стороны Вашингтона этих учений бы просто не было. Я думаю, сейчас просто речь идет о, собственно, графике, когда Украина уже может получить на вооружение эти самолеты, эти истребители Ф-16, это действительно очень долгий, сложный процесс. Вот я был несколько недель назад в Вашингтоне, мне специалисты об этом говорили. Поэтому тут, знаете, я бы сказал, самое легкое объяснение, не искал каких-то конспирологических объяснений тому, что происходит в Вашингтоне. Вашингтон не хочет делать вот таких бравурных заявлений, что вот Украина получит Ф-16, пока вся подготовительная работа не произойдет, когда Украина уже будет готова и будет иметь все, пройдет все степени подготовки до Ф-16, имеется в виду технические персоналы, будут обучены сами. Летчики и так далее. А вот тогда, я думаю, будет уже официально и окончательно сделано это заявление. Питер, ну и стоит отметить, что этот не самый, как вы говорите, проукраинский политик, Джейк Салливан, сегодня сделал еще одно громкое заявление о будущей Украины в Североатлантическом альянсе. И это не подлежит обсуждению, говорит Салливан. Как вы считаете, какие перспективы открываются для Украины на саммите в Вашингтонском НАТО, который пройдет в апреле следующего года? Ну, многие, знаете, уже бросились из экспертной среды высказывать оптимизм, что Байден приберег именно на апреле у себя дома, на своей же территории, вот такое заявление. Вы знаете, я не готов с этим спорить. Это вполне возможный сценарий. То, что сказал Салливан, является таким очередным сигналом Путину, что ты не дождешься, не пересидишь нас. Если ты считаешь, что с затягиванием войны вечно, ты вечно будешь отодвигать членство Украины в НАТО, ты ошибаешься. Поэтому, да, апрель – это хорошая возможность Байдену, что называется, зацементировать свое наследие, особенно после того, как оно было, знаете, ну, испорчено, мягко говоря, вот тем, как американцы, американская арма покинула Афганистан. Все помним эти кадры. Принятие Украины в члены НАТО будет хорошей возможностью для Байдена не только зацементировать это наследие, но и вот с этим идти уже на перевыборы в 2024 году. Питер, и если вернуться к теме, с которой мы начинали, про помощь в 1,3 млрд. На новость об этом отреагировал Илон Маск, фактически повторив тезисы российской пропаганды о том, что надо вообще проверить, как в Украине эти деньги расходуются, при том, что ранее официальные власти США, как и Украина, заявляли и подтверждали, что нет никаких вопросов и претензий в этом плане. Расскажите, пожалуйста, Илон Маск, его роль, его вот эти твиты, не всегда проукраинские. К чему все это? Зачем он так пишет и почему? Ну, знаете, такое впечатление все это время, что Илон Маск испытывает какой-то такой вот период второго пубертата своими заявлениями, и тут также нужно понимать, что, собственно, купив Твиттер, он позволил вернуться всем этим животным террариума опять в это сообщество Твиттера после того, как они были забанены, я говорю, и в американских политиках, и в российских политиках. Я подозреваю, что вот это личное общение с этими персонажами, его переписка в Твиттере открытая и с Дмитрием Медведевым, ДТП, не могло не оставить на него некого такого впечатления. Ну и в целом Илон Маск показывает, что он, знаете, иногда не против предаться различным, знаете, конспирологическим теориям, иногда он любит и попровоцировать своих читателей в Твиттере, не всегда понятно, насколько он искренне верит в то, что он говорит. Вы помните, что какое-то время назад он даже решил начать уже брать деньги из Пентагона за те старлики, которые предоставляют Украине. И после этого он отменил это решение, сказал, ну ладно, так и быть, я сохраню в силе наши договоренности, то есть налицо какое-то абсолютно неуравновешенное поведение человека, которое просматривается во всех видах его деятельности, коммерческой деятельности, то, как он выступает, тот факт, что он решил купить Твиттер, потом поменял это решение, а потом уже его приперли к стенке, он не мог ничего сделать, кроме как все-таки его купить. У меня очень серьезные, на самом деле, вопросы насчет ментального здоровья этого человека. Давайте о другом любителе контроверсийных заявлений. Дональд Трамп объяснил, как в случае своей победы на выборах он хочет заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение. Как вы считаете, есть ли надежда на то, что это просто популизм и связано только с избирательной кампанией? И если вдруг Дональд Трамп, существует же такая вероятность, что он вновь войдет в Белый дом, как президент Соединенных Штатов Америки, он может после избрания уже более проукраинским стать, что ли? Это грубо, конечно, звучит, но не придерживаться таких своих планов. Ну, Алексей, на самом деле, Дональд Трамп демонстрировал неоднократно именно такую позицию, когда он занимал относительно про-путинскую позицию, имел, по крайней мере, симпатии к Путину, встречался с ним в Хельсинки, говорил ему лестные слова, очень часто ценой, собственно, на репутации собственных институций, когда он клеймил, на чем свет стоит и департамент юстиции, ФБР, ЦРУ и так далее, и говорил, что он верит Путину, что Россия не вмешивалась тогда в выборы 2016 года. Тем не менее, этот человек потом не противился решению ГЭСа дать Украине Джаверина, чего не сделала предыдущая администрация Барака Обамы. Действительно, есть понятие глубинное государство, как бы с ним не воевал Дональд Трамп, но оно остается и полностью расправится с ним, даже во время второго срока, если он выиграет Трампу, не получится. Какое-то время мы говорим об инерции, и демократы, они, собственно, ощущают потенциальное жареное, особенно если они будут видеть, что у Дональда Трампа улучшаются шансы стать президентом снова. Вот сейчас у них есть возможность принимать целый ряд законов, которые потом, просчерком пера, американский президент отменить не сможет. Вот сейчас идут дебаты в Конгрессе о том, чтобы сделать вывод США из НАТО. Представьте себе, и такой сценарий возможен, об этом говорил Трамп во время своего сруберного срока, об этом говорят его сторонники в Конгрессе. Вот сделать этот шаг крайне сложным и требующим голосования не менее двух-третьих членов как Нижней Палаты, так и Верхней Палаты Конгресса с Сената. То есть вот такой прецедент есть, собственно, и вполне возможно, что подобное будет сделано и в отношении Украины. Будут принять целый ряд законов, по которому такой разворот в сторону России и ультиматум Украины, договариваясь с Путиным, иначе мы урезаем все, абсолютно все программы помощи тебе, просто Трампу будет очень сложно сделать. Поэтому я, опять-таки, я бы предостерег от совсем уж панических таких настроений. Я также бы отметил, что в этом заявлении Трампа он говорит, что если Путин не пойдет навстречу нам, я ему скажу прямо и конкретно, что я дам Украине намного больше оружия, чем даже дал мой предшественник. Столько, сколько тебе даже и не снилось в духе Трампа. Поэтому, опять-таки, не все так однозначно в его заявлении. Питер, спасибо вам, спасибо, что нашли время для этого включения. Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы, американский политолог. Благодарим.